Здравствуйте! В студии Артём Поттер. Вы смотрите новости Кулпинского района. И сегодня мы вам расскажем о самых интересных событиях 2013 года. Правильная диагностика. Сразу в двух Кулпинских больницах открылись кабинеты компьютерной томографии. Авиамодельный кружок и кружок по фото. В Кулпинском районе после ремонта открылся Центр детского технического творчества. Награда нашла героя. Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Ефимовичу Михайлову вручили орден Красной Звезды. Для правильного лечения нужен правильный диагноз. Современное медицинское оборудование помогает очень быстро определить заболевание. В 2013 году сразу в двух Кулпинских больницах появились компьютерные томографы. Теперь в 22 детской больнице есть свой компьютерный томограф. В церемонии торжественного открытия кабинета принял участие глава администрации Кулпинского района. Мы искренне рады за коллектив больницы, что у вас теперь есть такой агрегат важный и нужный. И очень хотелось бы, чтобы он был загружен по полной программе в меру необходимости. А лучше бы он стоял и никогда и пылился бы. Пусть стоит и пылится, чтобы детей на нем никогда не было. Конечно, пылиться новому оборудованию вряд ли придется. Пациенты детской больницы нередко нуждаются в томографии. Например, при любой закрытой черепно-мозговой травме врачи обязаны сделать КТ ребенку в первые сутки. Теперь за снимком не придется ехать в Санкт-Петербург. В этот же день открылся кабинет компьютерной томографии и в 33-й городской больнице. Здесь в нем нужда еще больше, поэтому и аппарат мощнее. На каждом его снимке 64 тонких среза. С помощью томографа можно сделать 3D-реконструкцию черепа и виртуальную ангиографию. Оборудование здесь будет работать в круглосуточном режиме. Были эпизоды, когда, простите, тяжелых больных без сознания. Когда поступаем без сознания, мы не можем транспортировать другие учреждения, чтобы провести компьютерную томографию. Сегодня вот, поступил и, пожалуйста, сразу он оказывается на столе, чтобы диагностировать заболевание. В случае инсульта точная и быстрая диагностика буквально спасает человеку жизнь. Чтобы сделать операцию, врачам необходим подробный снимок, где будет видно точное расположение и объем гематомы. И каждый час промедления ухудшает состояние пациента. Кроме того, в ближайшем будущем на базе 33-й больницы будет создано первичное сосудистое отделение, где будут лечить больных с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения. Работа такого отделения без КТ невозможна. Это необходимость. То есть ни одна больница на современном этапе не должна быть без компьютерного томографа. Это другой уровень лечения и другой уровень диагностики. Трех компьютерных томографов в обеих больницах и в 71-й поликлинике должно хватить, чтобы обеспечить всех колпинцев, нуждающихся в таком исследовании. Теперь врачи пытаются убедить чиновников в необходимости покупки аппарата МРТ. В отличие от КТ, магнитно-резонансная томография позволяет сделать точные снимки внутренних органов и мягких тканей. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. Школа Олимпийского резерва Погребля откроется после ремонта уже весной. В прошлом году здания, являющиеся памятником архитектуры, наконец начали реставрировать. В здании школы Погребля не было капитального ремонта уже 40 лет. И начать его оказалось не так-то просто. Все работы здесь проходят под строгим контролем Комитета по охране памятников. Фасадом занимаются реставраторы, задача которых – восстановить исторический облик здания. Кирпичную кладку очищают от столетней грязи, разрушенные элементы делают заново. Причем использовать для этого современный кирпич невозможно. Слишком уж он отличается от того, что был сделан на Ижорском заводе сотню лет назад. Он же фактуры, он же другой, за сто лет он уже стал совершенно другой. Он же выветрился, там какие-то появились приятные глазу. Ну, это с точки зрения реставратора. Трещинки, выбойники, которые старость подчеркивает кирпича. Такое изготовить невозможно. Но материала для восстановления фасада реставраторам хватает. Его нашли тут же, в самом здании. Этим неказистым на вид кирпичам уже 112 лет. Их вынули из внутренних стен здания. Но сейчас их ждет вторая жизнь. Кирпичи отмоют, очистят от раствора, отшлифуют и используют для реставрации фасада. Где они будут выглядеть как новенькие и прослужат еще не один десяток лет. В этом здании на берегу Ижоры всегда была школа. Сначала общеобразовательная, а с 1978 года – спортивная. Колпинские грибцы, будущие олимпийские чемпионы, в последние годы были вынуждены заниматься в разных школах и даже ездить на тренировки в поселок Понтонный. Поэтому внутренние работы в здании их интересуют гораздо больше, чем кропотливый труд реставраторов. Я не особо разбираюсь в том, что они делают. Сказали, что будет ремонт изнутри. А снаружи – да, меня все устраивает. Уже с Нового года грибцы будут заниматься в историческом здании, оснащенном на самом современном уровне. Несколько спортивных залов, душевые, раздевалки и грибные тренажеры. Тренажеры у нас уже куплены. Они пока хранятся. Некоторые даже еще в упаковке. Поэтому надеемся, что все же в декабре мы сюда переедем и начнем новый учебный год. С января месяца уже в новых стенах, с новым ремонтом и с счастьем наших тренеров и спортсменов и с дальнейшими, конечно, хорошими результатами. Хороших спортивных результатов колпинцы добиваются и сейчас, при отсутствии нормальных условий для тренировок. В этом году воспитанники с Дюшор стали победителями и призерами чемпионата Европы. А сейчас готовятся к чемпионату мира в Канаде. Оксана Дроздова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. В 2013-м, после целого года ремонтных работ, открылся Центр детского технического творчества. В результате для школьников района теперь созданы самые современные условия. Здесь был школьный учебный комбинат. Факультативно ребята из окрестных районов Колпина занимались здесь автоделом, программированием, кройкой, шитьем и другими дисциплинами. На базе комбината был создан Центр технического творчества. Однако здание требовало ремонта и оснащения. В прошлом году Центр закрыли на комплексный капитальный ремонт. За год его удалось преобразить до неузнаваемости. Сделали большую часть задуманного, но впереди еще много работы. Как говорится, и Москва не сразу устроилась. На что хватило средств, а это самое основное, сделать ремонт здания, практически обеспечить полностью оснащение его. Всем необходимым для начала учебного процесса это все сделано. Мы хотим, конечно, еще дополнительного оборудования сюда купить, необходимые программные продукты. Есть необходимость благоустроить территорию для того, чтобы можно было учебный процесс проводить не только на территории занимаемых зданий, но и на улице, в том числе автошкола, которая при данном центре точно так же работает. Одной из впечатляющих новинок стал интерактивный класс «Трансфорс». Это современный мультимедийный комплекс с большим панорамным экраном. Широкая библиотека программ, построенных по принципу обучения через развлечение, делает его уникальным. Образовательные программы позволяют привлекать организованные группы из школ, развлекательные устраивать внешкольные мероприятия, запоминающиеся веселые детские праздники. Кабинет предназначен в нашем случае для обучения детей различным дисциплинам, как-то история, география, собственно, любые дисциплины. Значит, стандартная программа рассчитана на один классный час, в частности 45 минут. В течение этого времени дети знакомятся с материалом в такой удобной, несколько игровой и доступной для детей форме. Раньше здесь стояли станки, а теперь тренажеры. А одна из стен зала превратилась в скалодром. Он уже второй в Колпинском районе. Заниматься альпинизмом теперь стало проще. По мнению главы района, открытие центра отвлечет молодежь от компьютера и улицы. Наша задача сейчас наших детей ориентировать на то, что надо заниматься тем, что требуется сегодня, к чему душа стремится. Хочешь танцевать, приходи научи танцевать. Хочешь заниматься фотоделом, приходите научим этим заниматься. И я хочу сказать, что не обязательно это для детей все сделано. Почему по вечерам то же самое не предоставлять взрослым. Первыми посетителями центра стали директора школы района. Им отправлять сюда своих учеников. Новые кабинеты и оборудование произвели на педагогов хорошее впечатление. Великолепный центр, великолепный подарок молодежи города Колпино. Высочайший уровень оснащения центра, конечно, обеспеченность огромным количеством пособий, оборудования. Современная техника, компьютеры, цифровая лаборатория, фотолаборатория. Очень интересные роботы техники, кабинеты. Очень интересный даже такой стандартный, который во многих школах есть, кабинеты квиллинга, например. Всего центр детского технического творчества рассчитан на обучение полторы тысячи школьников по 28 программам. Робототехника и авиамоделирование, создание интернет-сайтов и оказание первой помощи, графический дизайн и шитье. В перспективе планируется судомоделирование, студия анимационных технологий, объединение радиоэлектроники и радиотехники, автодром и автомоделирование. Артем Поттер, Николай Васильев. Новости Колпинского района. В прошлом году, спустя 68 лет, награда нашла героя. Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Михайлову торжественно вручили орден Красной Звезды за разведку боем под Кенигсбергом в 45-м. В январе 45-го войска 3-го Белорусского фронта штурмовали хорошо укрепленный Кенигсберг. Павел Ефимович был в группе разведчиков, которые должны были пройти в тыл немецких позиций и обнаружить огневые точки. Прорвались, немцев опрокинули и зашли в тыл этой же самой группировки вооруженной немцами, хорошо вооруженной. Ну и отстрелились, пока не подошло наше подкрепление. Потом мы выяснили огневые точки противника, который мешал. Обрушилась с нашего ведма шквал нашего артиллерийского огня, ну и немец не выдержал. Приказ о награждении был подписан за два месяца до победы, но тогда 19-летнего разведчика-артиллериста Михайлова потеряли. Он попал в госпиталь, а службу продолжил уже в другой части. Восстановить справедливость смог его сын Николай. Он сделал запрос в архив Министерства обороны. Там, после долгих поисков, сведения о том, что орден ветеран так и не получил, подтвердили. И вот теперь, спустя 68 лет, Красная Звезда все-таки засияла на груди героя среди многих боевых медалей. Через 68 лет все состоялось. Я очень рад. Потому что действительно этот орден, который, ну, здесь заслуженный. И я так полагаю, что он, тем самым он и его товарищи по службе спасли жизнь. Если не с тысячами, то многим сотням людей вот с этой дивизии. Многие дожили до победы. И я так думаю, хотя бы на полчаса, но приблизили этот день победы. Награду героя в торжественной обстановке вручал глава администрации района Дмитрий Кобицкий. Неизменно остается уважение к тем людям, которые дали возможность нам жить и нам творить. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. А уже боевых наград, которые они получают, тем более меньше. В большей степени мы, конечно, находим тех пропавших, да, и захоронят тех пропавших, которые не пришли с полей войны, а вот воинские награды находятся все меньше и меньше. После контузии, полученной в том героическом бою, Павел Михайлов служил в Ленинградской области. Затем в мирное время переехал в поселок Понтонный. 30 лет отработал водителем на Средненевском судостроительном заводе. Сейчас ветеран помогает воспитывать правнуков. Артем Поттер, Николай Васильев. Новости Кулпанского района. Это последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова